Музеем под открытым небом Сегодня мы прогуляемся по улицам прекрасной Праги и остановимся у памятных мест, связанных с окончанием Второй мировой войны и Великой победы над фашизмом Временем нашей общей истории, наполненной героизмом и подвигом советского и чешского народов Пражская наступательная операция длилась всего несколько дней но унесла жизни около 12 тысяч советских солдат Давайте вспомним, как это было и почтим память воинов, павших в сражениях при освобождении Праги Грачаны, старейшая часть Праги, построенная еще в 14 веке Бывший Чернинский дворец, а ныне Министерство иностранных дел Чехии Напротив него комплекс исторических построек За многовековую историю эти улочки, мостовые, капеллы знаменитой пражской Лоретты чего только не повидали, каких только историй не слышали, каких не родили легенд Одна из них легенда о последней воле бойца Красной Армии, танкиста Ивана Белякова участвовавшего в разминировании центра Праги и тяжело раненого в этом месте Согласно легенде, умирающий красноармеец просил похоронить его здесь, вблизи Лоретты чтобы слушать мелодичный звон ее прекрасных колоколов Так ли это было на самом деле, сложно сказать Но сегодня на Лоританской площади, на одном из центральных исторических мест Праги мы видим скромный обелиск с надписью на двух языках Вечная память товарищу Белякову, павшему за освобождение города Праги И это лучше любых документов говорит о том, с каким уважением пражане относятся к памяти о подвиге советских солдат, павших здесь в далеком 45-м Май, последние дни войны В городе все еще остаются и продолжают оказывать сопротивление разрозненные части гитлеровских дивизий Восставшие жители Праги ведут тяжелые бои с превосходящими силами оккупантов На помощь пражанам стремительным броском выступают советские войска На рассвете 9 мая 1945 года, навстречу огню противников, в Прагу врываются боевые машины 63-й гвардейской челябинской танковой бригады передового отряда 4-й танковой армии Первым на танке Т-34-85 номер 24 бой принимает экипаж гвардии лейтенанта Гончаренко Здесь, на площади перед жемчужиной пражской архитектуры, знаменитым концертным и выставочным залом «Рудольфинум» 9 мая 1945 года был похоронен гвардии лейтенант Гончаренко, командир первого в составе штурмовой группы советского танка В бою за Маносов мост его машина попала под пушечный огонь немецкой самоходки Проводнику Чеху оторвало ногу, механик-водитель тяжело ранен в голову, командир экипажа лейтенант Иван Гончаренко погиб Ему было 24 года Рядом с лейтенантом были захоронены еще два десятка красноармейцев, погибших в боях за Прагу Позднее могилы героев перенесены на мемориальное Ольшанское кладбище На месте гибели Ивана Гончаренко на склоне у Маносового моста установлена памятная табличка Для многих советских солдат война закончилась в Берлине Но танкистам 10-го гвардейского Уральского добровольческого танкового корпуса В ночь на 6 мая 1945 года стало известно, что им предстоит освобождать Чехословакию За два дня советские войска с боями прошли через всю страну И в 3 часа утра 9 мая 1945 года вошли в Прагу Наша следующая остановка на Пражском Смихове Где долгое время стоял памятник советским танкистам Памятный танк был установлен 29 июля 1945 года в честь советских солдат Пришедших на помощь в оставшей Праге 9 мая 1945 года Долгое время танк стоял на постаменте посреди площади советских танкистов Ныне это площадь Кинских После бархатной революции молодой чешский скульптор Давид Черни с друзьями-студентами За ночь перекрасили танк в розовый цвет Сегодня памятник можно увидеть в военно-техническом музее в Лишанах А сюда на место первой стоянки танка по-прежнему приносят цветы Советские войска освобождали Прагу с трех сторон С юго-востока из Моравии подходили войска 2-го Украинского фронта во главе с маршалом Малиновским С северо-востока со стороны Селезии наступал 4-й Украинский фронт генерал-полковника Еременко С севера со стороны Саксонии двигались части 1-го Украинского фронта под командованием маршала Конева Которые первыми вошли в Прагу Сердце города — центральная площадь Старомесская ратуша и ее знаменитые куранты без преувеличения Самое популярное место Праги — гордость Чехии, гордость прожан Именно здесь, на фасаде ратуши, 8 мая 1946 года Была открыта мемориальная доска в честь освобождения Праги частями 1-го Украинского фронта И присвоение маршалу Ивану Коневу, командовавшему войсками, звания почетного гражданина Праги Иван Степанович Конев лично присутствовал на открытии мемориальной доски До слез был тронут маршал отношением прожан, их глубокой искренней благодарностью освободителям города Сегодня мы не сможем увидеть памятную доску на стене Старомесской ратуши Во время реконструкции ратуши в 2017 году доска была демонтирована С тех пор о ее дальнейшей судьбе был принят целый ряд противоречащих друг другу решений В 2019 году новым мэром Праги было установлено, что доска на башне Старомесской ратуши не вернется Будем надеяться, что памятное свидетельство нашей общей истории Все же когда-нибудь будет восстановлено на своем историческом месте Нигде нас не встречали так, как в Праге Мы шли по цветам Жители города ликовали, протягивали к нам руки, обнимали и целовали нас Просили подарить им наши звездочки с погонок и пилоток Когда я вижу сирень, для меня это Прага В мае 1945-го Из воспоминаний бойцов армии маршала Конева Движемся дальше Сейчас мы находимся на площади Интербригад в районе Бубенеч Здесь до недавнего времени находился памятник маршалу СССР Ивану Степановичу Коневу Командовавшему Первым Украинским фронтом во время Пражской операции в 1945 году У нас была острая тревога за Прагу Острое желание как можно скорее прийти на помощь своим братьям Прежде чем фашисты, использовав преимущество в силах, успеют расправиться с ними Это чувство было у нас всеобщим Оно владело и мной, командующим фронтом и рядовыми танкистами Вспоминал Конев Памятник был установлен 9 мая 1980-го по инициативе городских властей Он возводился на средства жителей Праги в благодарность за историческую память о полководце Который отдал приказ не применять тяжелую артиллерию во время штурма города При его освобождении от гитлеровцев Это помогло сохранить Прагу от серьезных разрушений Памятник создан чехословацкими скульпторами с Деником Крыбусом и Вратиславом Ружичкой 12 сентября 2019 года Совет района Праги 6 постановил, что статуя маршала будет снята И перенесена в музей 20-го века А на ее месте будет установлен памятник освободителям 3 апреля 2020 года памятник был демонтирован Отступавшие из Праги разрозненные нацистские группы Оказывали упорное сопротивление советским войскам вплоть до 12 мая В этот день в районе деревни Сливицы в пригороде Праги Развернулось ожесточенное сражение, ставшее одной из последних битв Второй мировой войны в Европе В боях с противником в мае 1945 года в Праге погибло 30 красноармейцев Всего же за время пражской наступательной операции Советская армия потеряла около 12 тысяч военнослужащих Мы с вами находимся на Ольшанском кладбище Главном месте захоронения советских воинов, павших в боях за Прагу и ее окрестности Война не окончена, пока не похоронен последний солдат Эти слова принадлежат великому русскому полководцу Александру Суворову Официально на Ольшанском мемориальном кладбище похоронено 437 человек В действительности около 500 Первые захоронения появились в середине мая 1945 Уже осенью была установлена центральная стела с двумя бронзовыми фигурами воинов В 1947-49 годах сюда были перенесены останки красноармейцев, погибших в пригородах Праги Именно здесь традиционно проходят основные мероприятия по случаю Дня Победы Именно сюда благодарные прожане и по сей день приносят цветы Захоронение советских солдат на Ольшанском кладбище объявлено национальным культурным памятником Чешской Республики Вскоре после освобождения города мэр Праги Петер Зенкл от лица горожан горячо благодарил Красную Армию Наш город был спасен от гибели и разрушения и вырван из лап нацистов прежде всего героической Красной Армии Беспримерный героизм и несравненное самопожертвование советских солдат в этой страшной войне вошли в историю Не только в историю, они вошли также в сердца жителей Праги и всего чехословацкого народа Идут годы, проходят десятилетия Уходят в прошлое события, участниками которых были великие полководцы и безымянные герои Отвоевавшие наше право на жизнь Историческая память не имеет границ Это только кажется, что памятники воздвигают павшим Нет, они больше нужны живым Нам и всем, кто придет после нас Помним, значит живем Мы верим, что еще долгие-долгие десятилетия пражане и гости Праги будут навещать эти памятные места и перелистывать страницы великой истории